Глубоко уважаемые президенты, глубоко уважаемые коллеги, утро доброе. Позвольте представить доклад на тему хирургии как этап комбинированного лечения метастатического поражения легких. Данная тема актуальна для всех онкологов. Первое упоминание о метастазокотомии датируется 1882 годом, когда Вайн Лехнер во время операции по поводу саркома грудины удалил два образования в легком. Это расценивалось как случайная находка. Если проанализировать данные литературы, то на данный момент есть как сторонники, так и противники хирургического метода лечения. Этот спор будет еще очень долгим, потому что на сегодняшний день нет полноценных результатов, перспективных рандомизированных исследований. Первое запланированное было по поводу метастазов колоректального рака. Оно началось в 2010 году, но полноценных результатов на сегодняшний день нет. Таким образом, это отображается в литературе. Если в 1985 году было 300 статей в год в реферируемых журналах, то в 2015 году эта цифра стала 3000. И также, в чем причина увеличения интереса? Можно разделить на две группы, то есть ни химия, ни физика не стоят на месте. Появились новые методы воздействия на легочную паренхему. Это торакоскопические операции, радиочастотная абляция, ультразвуковой скальпель, лазеры разных подвидов. Но, наверное, более значимый вес имеет скачок в медикаментозной системной терапии. Так, на верхней половине слайда мы видим динамику развития знаний о раке легкого. Если в 1987 году половину случаев мы не представляли, что там может быть, половина была красной, на которой мы не могли воздействовать, то в 2014 году 50% составляют те же самые крас и неизвестные мутации. На остальные ищут и находят препараты, которые начинают действовать и улучшают показатели общей выживаемости. На сегодняшний день крупнейшим исследованием остается исследование Международного регистра изучающих легочные метастазы, датированное 1997 годом. В него было включено 5206 пациентов в 18 клиниках Западной Европы и США. Стоит отметить, что по поводу единичных множественных метастазов оперировано 45% больных. Торакоскопические вмешательства были выполнены лишь в 2% случаев. Пятилетняя выживаемость после удаления солитарного метастаза составила 43% единичных, 34% и множественных 27%. Задачей нашего исследования было провести сравнительный анализ эффективности хирургического лечения с использованием разных методик воздействия на легочную паренхему на основании исходов оперативного вмешательства и проанализировать отдаленные результаты хирургического и комбинированного лечения больных с внутрилегочными метастазами. В анализ включены результаты лечения 192 пациентов. Время набора было с января 2004 года по декабрь 2016 года. Критерии включения стандартные. Это контроль над первичным очагом, наличие очага в легочной паренхемии, удовлетворительная переносимость оперативного вмешательства и, наверное, наиболее важная возможность радикального и полного удаления всех очагов. Средний возраст составил 44,5 года, 97 пациентов были и мужского пола, 95 и женского. Одностороннее поражение было у пациентов в 2-3 случаев. Установлено синхронное поражение у 33 пациентов, у 45 очаги были выявлены в течение первого года. Наиболее благоприятный прогноз более 3-х лет лишь у 48 пациентов. Почти 100% пациентов было проведено хирургическое лечение основного очага. По результатам гистологии была выполнена либо лучевая, либо медикаментозная терапия, либо их комбинация в зависимости от распространенности процесса. По гистогенезу треть пациентов составили с саркомами костей и мягких тканей. 116 пациентов были с эпителиальными опухолями. Из них 10 с первично множественными заболеваниями. Три основных ведущих заболевания – это колоректальный рак, опухоли, головы шеи и рак почки. В общей сложности было выполнено 262 операции. Из них 32 анатомические резекции и 5 циторедуктивных операций. В зависимости от воздействия на легочную паренхиму, пациенты были стратифицированы на 3 группы. В первую группу попали пациенты с использованием лазера. Первое упоминание о применении лазера в таракальной хирургии датируется 1988 годом, когда Лосисера показал результаты применения СО2 лазера. Примерно в это же время Аксель Ролли начал работать над неодимовым и триалюминий гранат лазером. В итоге длина волны 1318 нанометров показала свое преимущество перед длиной 1064. И данная длина волны обладает следующим рядом преимуществом. Это хороший режущий эффект, достаточный уровень областики и асептики, возможность выпаривания мелких суполивральных метастазов и достаточный аэро- и гемостаз на легочной паренхиме. Во вторую группу попали пациенты с применением эндохирургической техники. В последние десятилетия на лидирующие места выходят видеоассетированные операции. В случае солитарного очага можно рассматривать данный вид операции как лечебно-диагностическую. Она обладает рядом преимуществ как для пациента, например, уменьшение болевого синдрома, так и для врача, это улучшенная переносимость одевантной терапии более ранее начала ее, но и для руководителей тоже в виде уменьшения срока нахождения в стационаре. Но есть определенные неудобства, которые ограничивают применение данного метода, например, при множественных очагах. В третью группу попали пациенты с использованием электрокоагулятора и сшивающих аппаратов. При сравнении непосредственно лазера и электрокоагулятора, здесь сравниваются не анатомические резекции, а именно прецизионная резекция. Можно увидеть, что среднее количество удаленных очагов было больше у операций с применением лазера, соответственно, время операции тут больше, и средний объем аксюдата в первые сутки также больше по сравнению с электрокоагулятором. Но если посмотреть на послеоперационные осложнения, статистически достоверные, они были меньше у применения лазера. В скобочках указано осложнение по классификации клавиен-диндо. И число больных с рецидивом легочных метастазов было больше при лазере, но было больше пациентов прооперировано с использованием лазера. И что радует, то, что количество реторакотомий по поводу рецидивных опухолей было больше. Таким образом, можно сделать вывод, что множественные метастазы лучше оперировать лазером. При сравнительной оценке видеоассетированных операций торакотомий все то же самое. То есть меньше было вуприн очагов при помощи торакоскопии. В основном это были оперированы пациенты по поводу слитарного очага. При наличии единичных или множественных очагов использовалась торакоскопия при наличии этих очагов в одной доле. То есть не было распространения по другим долям. По количеству осложнений, что ожидаемо при торакоскопии, их всего 4 по сравнению с 7 при торакотомии. Число больных с рецидивом и количество реторакотомий примерно одинаково. Но стоит отметить, что пациенты, получавшие видеоассетированную торакоскопию при наличии рецидива, сейчас в процессе адюантной медикаментозной терапии с дальнейшим вопросом о решении повторной операции. Таким образом, если смотреть показатели общей выживаемости по распространению метастатических очагов, из 192 пациентов 40 пациентов не были включены по причине доброкачественного изменения в легочной паренхимии. Если смотреть по распространению, слитарный очаг медианной выживаемости составил 90 месяцев, единичный очаги 46 практически, множественный 23,1. Пятилетний выживаемость составил 64% у пациентов с слитарным очагом и 35% и 20% у пациентов с единичным и множественным поражением соответственно. Таким образом, можно сделать следующие выводы. Хирургический метод должен быть рассмотрен как один из этапов лечения пациентов с внутрилегочными метастазами, в том числе в комбинации с лекарственной и лучевой терапией. Видеоторакоскопическая хирургия оправдана при слитарном очаге в легком. Оперативное вмешательство по поводу множественного метастатического поражения легкого с использованием лазера является эффективным и безопасным методом лечения. При рецидивировании процесса в легком и удовлетворительном состоянии пациента применимы реторакотамины. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы какие будут? Можно тогда я? У меня несколько вопросов. Первое. Правильно ли сравнивать различные отдаленные результаты при эстетическом поражении различных нозологических, гистологических дифференцировках? Хороший вопрос. Спасибо большое за вопрос. Нет, наверное, это неправильно, но тут определяющая была распространенность процесса. Потому что даже при проведении сравнения у пациентов с одинаковым гистогенезом и одинаковой распространенностью сейчас и 10 лет назад, будут статистически разные различия вследствие развития медикаментозной терапии, которая увеличивает показатели общего желаемости. То есть тут эту хирургию стоит рассматривать как один из этапов комбинированного лечения. Следующий вопрос. Вы производите метастазотомию при раке молочной железы. В каких случаях? Во всех или какие-то определенные? Нет, это при неэффективности медикаментозной терапии и вопрос о морфологической верификации. Следующий вопрос относительно сравнения электрокоагуляции и лазера длины волны. Почему нельзя при электрокоагуляции скупить большее расстояние и сделать более радикально, если сравнивать ее длину волны? Можно повторить вопросы? Да, вы показываете, что удаление при помощи лазера лучше, чем при помощи электрокоагулятора. И говорите о том, что в том числе это за счет длины волны, то есть проникновение при лазере глубже. Почему нельзя то же самое сделать электрокоагулятором, то есть сделать R0-резекцию и просто взять ногу поглубже? В любом случае при применении электрокоагулятора выполнялись R0-резекции, то есть старались выполняться, по крайней мере, все удалялось в пределах здоровой ткани. При сравнении лазера и коагулятора у лазера глубина проникновения волны больше, что дает достаточный аэрогемостаз. При применении электрокоагулятора достаточного аэрогемостаза не получится. При лазере, после удаления лазером, вы вышиваете ли вычную паренхему или нет? Да, у всех пациентов вышивалось. То есть получается то же самое, что и при удалении кондятов? То же самое, но количество осложнений все же при применении лазера было меньше. Хорошо, спасибо.